всем привет вы на канале замечательная жизнь меня зовут елена ну что у нас продолжается ремонт очень долго конечно нужно но мы делаем это не в напряг потихоньку не спеша главное мы поклеили вот эти вот наши потолки с одной стороны и с другой стороны откосы муж меня поправляет они клеятся тяжеловато и мы буквально по 2 по 3 полосочки поклеим и на этом прекращаем вот мы себя любим потому что ну и остались вот эти вот боковушки клеить легко не в напряг и думаю что за пару дней с одной стороны и с другой стороны мы уже доклеим обои у нас самые здесь простые бумажные клеятся нехорошо в общем-то на обычный клей для бумажных обоев клей и вот мы измеряем вымеряем вот эти косы я промазываю и муж у меня проклеивает все легко и просто то обеда мы это поделаем потом сходим пообедаем а потом уже занимаемся совсем другими делами кто чем может сейчас измерим вымеряем и всю эту комнату мы до клея останется ему здесь сделать только перила перила все у нас куплено давно уже но еще по старой цене купили по дешевке я считаю что сейчас уже все подорожало мы покупали где-то летом сейчас вообще все подорожало настолько что просто цены атомные магазин находишь и не узнаешь совершенно цели ну ладно короче мы с ним вчера ходили куляли и опять искали работу уже на двоих и его искали и меня искали у нас здесь за волжье есть предприятие а значит отмеряем потом расскажу где-то так тут совсем низко уйдет тут ну да совсем низко уйдет тут ну да совсем низко а а а а а а а а а Вот у нас тут в Заболжье есть предприятие по производству деталей для каких-то машин. Мы сходили туда, в здание, там у нас, оказывается, есть и почта, мы даже не знали, и в МФЦ, но МФЦ с мая почему-то уже тут не работает, и другие какие-то офисы, ЖКУ какое-то тоже есть по канализации, по водопроводу нашего Заволжского района, там отдел кадров, мы туда тоже сходили, там требуется... Уголь-то бросает, это кто? Кочегары. Хорошо у меня помогает вставить словечко, кочегары требуется. Ну там надо уголь забрасывать, я так поняла, да? Нет, это с руками как-то... Да, руки, в общем, напрягать он не хочет, такие работы уже как бы он уже всё не воспринимает. А дворником не с руками? Ну, с руками там всё-таки снег, потом что-то... В общем, дворником он хочет, это забегая уже вперёд. Ладно, мажем дальше. Вот, кочегар и слесарь, сантехник там требуется, вот в этом ЖКО-то. Ну, мы пока... Зарплата, что-то нам сказали, совсем маленькая. Двадцать с лишним тысяч зарплата. У кочегара чуть побольше, может, двадцать три. Короче, не о чёмная зарплата. Мы пошли дальше, выше в этом же здании есть другие офисы, вот и в том числе и отдел кадров вот этого предприятия. Мы пошли выше. Короче, за нас как схватились, и за него, и за меня. Даже нас сводили на производство. Мы сходили на это производство. Там из алюминия выплавляют какие-то детальки всякие разные. Ну, как он сказал, якобы не напряжно. Но надо что-то сделать по норме, там штук сто, что ли, в день. И женщины тоже. И вы подойдёте, мне-то он сказал. И вы подойдёте, и ещё кого-нибудь зовите. То есть туда нужны работники, в том числе литейщики. Вот, кстати, он очень звал зятя моего, что если есть у вас кто-нибудь на примете, я говорю, есть сварщик. Он говорит, сварщик нам не надо, а литейщиком он к нам подошёл. В общем, зовите его сюда. И мы сходили на это предприятие, сделали экскурсию такую нормальную, хорошую. Он нам всё-всё показал, все места показал. Человек там, наверное, четыре женщины и человек десять мужчин. Вот и всё предприятие. И ещё там человек шесть им требуется. Ну, короче, зарплата от тридцати восьми и выше. Тысяч, там они сказали. Можно прийти поработать. Например, месяцок просто без комиссии можно прийти и поработать. А потом, ну, посмотрят, моё это или не моё. Могу, смогу ли я работать или не смогу. Ну, я с женщинами пообщалась там. Старушки лет под семьдесят, представляете? Здесь работают такие бабушки уже, такие старенькие на вид уже. И они работают там уже давным-давным-давно. Уходить не собираются. И мне сказали, что вам не справиться, раз у вас была другая профессия, вы можете не справиться. Ну, ладно, за меня решили, короче. Так, ладно, дальше помажу. Вот. За меня всё решили. А с вами это потом вышли. Мастер делал вот эту вот экскурсию, показывал всё мастер. Нет, он замначальника. А это, по-видимому, отец и сын, я так поняла, да? Не понял? Мне это показалось, что это отец и сын. Как-то так. Сам директор отец, а его зам как-то вот сын. Ну, и производство-то такое грязноватенькое. Хотя у них никаких вредных условий там нет. К ним приходили всякие там надзоры, ненадзоры, комиссии, не комиссии, и не установили, а у вас вот стружка дышат вот этим вот металлом. Нет, это не пылеобразная стружка, и вы не дышите. В общем-то там чисто, светло, нет такой пылюги, нет такой гари какой-то, ничего не чувствуется, запаха не чувствуется. Пошли нам показывать место, ну, передохнуть где, пообедать, например. Отдельно там женская, бытовочки такие, да, и отдельно мужские бытовочки. Я как зашла в мужскую, знаете, я настолько к табаку отношусь как-то, ну, не знаю, в общем-то, мне, я выбежала оттуда чуть, ну, с тошнотворными всякими разными этими самыми. Я не смогла, думаю, господи, как муж-то, ты-то как бы тут работал, он как будто бы не курит. Вот. И, короче, он говорит, да-ка что, он-то тоже на предприятии работал, на заводе судостроительном. Естественно, там тоже курящих полно, говорит, я как привык, но настолько наработался уже на грязном производстве, что, вроде как, не хочет на такое же производство обратно идти. Ну, ладно, что делать-то? Лучше, говорит, я дворником поработаю, это и физически, и на свежем воздухе, вот. И, вы знаете, я бы тоже, может быть, даже дворником, может быть, даже подъезд их убирать. Я в свое время как-то 20 дней целых убирала подъезды, мне понравилось. Это, во-первых, физически, и на часик сходила, и то не каждый день. Мне понравилось, я на часик ходила на работу. Представляете? Конечно, я и копейки получила, но я за 20 дней 16 часов отработала, и за это получила 5 тысяч. За 16 часов я получила 5 тысяч. Ну, 10 умножить? Да. 160 в месяц. 160 тысяч. Нет, почему? 160 часов в месяц идет, а ты 10 это... Ну, то есть, если 5 умножить на 10, то же это 50 до 1000 я получала. То есть, мы бы даже с ним вдвоем выходили, нам бы дали там несколько домов, как бы на одного оформили, а мы бы с ним вдвоем выходили. Ну, пока нам ничего, никто на эту тему не звонил. Хотя мы обращались в домоуправление, вот. Там начальник пока в отпуске. Ниже, 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 ниже. Вот я еще и говорю, что да. Вот так ниже. Да, вот так ниже давай. На одну ниже. Ниже, ниже, ниже. Да ниже ты как? Вон, смотри. Что такое? Что такое? Что такое получается? Ниже, 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 вот. Да ниже ты как? Вон, смотри. Что такое? Не, не видно пока. А ну, там все видно. Ну, как вот мерило, тоже, я не знаю, ниже. Все ладно, полоса не пойдет никуда. Почему? Ну, не пойдет. Ну, вот она почему не придется. Ну, там бордюр закроется этим. Мне кажется, не закроется там 6 сантиметров. Ну, вот этот еще вяжет, а тут есть около. Ну, давай, оставляем, чтобы подклеится, подклеится. Я замерила, у меня что-нибудь еще не сказала, что у меня тут совсем низко. Туда, под низ пойдет. А ты сразу же проводи, как ты проводил какие-то волосы? Нет, ты заглядываешь. Вот видите, болтаем-болтаем, и получилось немножко ссыкость надо. Я тебе просто и говорю, что надо либо работать, либо два в одном никогда не бывает. Короче, мы посмотрели это производство и пошли думать. Проходили еще там, есть клуб, клуб был закрыт. В магазины зашли. В магазинах никто не требуется. Потом, а, зашли, кстати, еще, да, в детский сад. В детский сад требуется нянечка, потом уборщица служебных помещений, и уборщица, не нянечка, уборщица, и еще требуется сопровождающий. Там девочка с ДЦП лежит, в смысле, ходит в этот садик девочка с ДЦП. Ее надо сопровождать. На прогулку одевать. Ее надо, значит, в музыкальный вот этот вот зал сопроводить. В общем, везде ее надо сопровождать. В туалет, например, надо сопровождать. То есть, в принципе, это один человек. Я когда работала в школе-интернате, у нас там тоже были сопровождающие. У них по два, по три человека. Вот таких вот ДЦП плохо ходящих. И вы знаете, они вроде бы ничего, и нормально, и ходили, и зарабатывали. В общем, там тоже заведующий нет. Нам сказали тоже после праздников. Мы как раз вот ходили, прогуливались вот до праздников. Вот. В общем, вот так вот мы походили-похотили. И теперь ждем как бы или свое согласие или не согласие, или звонков каких-то. Может, нам еще предложат что-то вот с ЖРУ. Но на вчерашний день мне позвонили с психоневрологического диспансера. Я выпускала видео по этому поводу, как я туда съездила. Прошло, наверное, сколько? Неделя. Неделя, наверное, прошла. Они все не звонили, не звонили. Я им озвучила свои цифры по зарплате. Они сказали, мы посчитаем, обсчитаем, сколько будем вам платить. И вчера они мне звонят. Ну что, вы надумали? Почему вы не звоните? Я говорю, я жду, когда вы мне озвучите зарплату, какую вы мне будете платить. От этого все и будет, в общем-то, может быть и как бы мое решение. Короче, они назвали, что да, мы согласны платить вам столько, сколько вы сказали. Но надо пройти комиссию в обязательном порядке, так как это психоневрологически. Я туда иду медсестрой, диет сестрой. То есть обязательно нужна комиссия надо пройти. И обязательно надо сделать прививку. Прививку-то я все колебала сделать, не делать. Но, вы знаете, послушав телевизор, послушав своих знакомых, каких-то, я решила сделать эту прививку. И сегодня я записалась на десятое число. И мне интересно ваше мнение. Кто сделал? Как к этому вы относитесь? Как вы пережили вот эту вот прививку? Что у вас? Какие были симптомы, не симптомы? Мне это интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. На десятое числа я наверняка выпущу это видео. И мне просто будет интересно почитать, что же вы скажете. Думаю, что в нашем возрасте прививку надо делать все-таки. Болеет очень тяжело. С прививкой тоже болеют. Вот один из блогеров, который мы дружим, Олечка, тоже переболела. Она переболела уже второй раз. Хотя сделала прививку между этими двумя болезнями, как говорится. Заразилась от внучки, которых все посадили на карантин в детском саду. Ну и вот сейчас у нее пневмония односторонняя или левосторонняя, по-моему. Ну, она сделала прививку и будет сидеть дома, пить таблетки. И советует все-таки тоже сделать. И на моих лет советует тоже сделать прививку. Так что, в общем, как и чего, я буду, расскажу, как я сделаю прививку, что, чего, решилась ли. До 10-го числа. Сегодня у нас третья неделя еще. У меня есть время подумать. Так что, я думаю и решаю. Ну, скорее всего, решу, потому что я переболела. У меня тоже есть видео, даже три видео я выпустила по этому поводу. Как я болела, что я делала, какие народные средства, какие таблетки я пила. Я все это рассказала. У меня была двухсторонняя пневмония. Переболела я, думаю, что тяжело. Мне не хватало воздуха ночами. Я даже боялась. Тяжелее было ночами дышать, в общем. Но, однако, я выгоровкалась. И, в общем-то, вот стою перед вами полно. Слава Богу, полно не сгладить быстрами. Так что, думаю, что все хорошо. Болела я в феврале месяце. Сегодня уже октябрь. Полгода прошло. У меня коронавирус не подтвердился. Но я думаю, что у меня была коронавирусная пневмония. Хотя антитела у меня не выявились. Так что, вот такие дела. Ну, а сейчас всем пока-пока. Мы дальше продолжаем клеить. Потому что, когда отвлекаешься, работа идет не так, как положено. Чувствуешь, что камера на тебя светит. И поэтому нам тут еще немножечко доклеить. Совсем. Ну, на два дня мы это растянем, конечно. За сегодня мы все не по флею. Вот. Чтобы сильно не уставать. Мы... Не люблю я сильно уставать нынче. Все. Хватит. Науставалась в свое время. Ну, а теперь всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Заходите в гости. Делитесь с друзьями. Рассказываю, как оно есть. Вся моя жизнь. Весь прекрас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok